Друзья, всех приветствую! Сегодня предлагаю затронуть тему психологии и разобрать вопрос, связанный со страхами при воспалительных заболеваниях кишечника, обсудить их обоснованность и что вообще с ними нужно делать. А помогут нам в этом ответы людей из анкеты, которую они заполняют перед консультацией. Итак, вопрос звучит следующим образом. Основные страхи, связанные с няк, ну и соответственно с болезнью крона. Один из самых частых ответов это операция. Мы по ходу обсуждения каждого вопроса будем на нем немного останавливаться и комментировать. Операция. Это довольно частый страх. Он присутствует, наверное, у большинства людей, которые столкнулись с ВЗК. У меня тоже был такой страх. Если вернуться в прошлое и подумать, вспомнить, с чем он может быть связан. Скорее всего с тем, что официальная медицина подводит человека к этому. То есть она заставляет думать таким образом. Сначала мы принимаем месолазины, обычные противовоспалительные препараты. Затем идут гормональные средства. Третьей ступенью иммунодепрессанты, препараты, снижающие активность иммунной системы. Затем генно-инженерная биологическая терапия. И крайняя ступень, крайняя ступень это уже операция. Но, обратите внимание, сколько этапов нужно пройти до операции. И насколько часто, в принципе, встречаются операции при ВЗК. Даже если рассматривать официальные данные, где имеется определенный процент прооперированных, почему нужно себя относить именно к этой группе. Может быть, можно рассудить по-другому и посмотреть на тех людей, которые обошлись без операции, которые даже не принимают каких-либо препаратов. Следующий ответ. Просто нет страхов. Если это на самом деле так, то я очень рад. Потому что страх, он серьезнейшим образом тормозит, очень сильно тормозит процесс лечения. Это один из основных элементов, которые нужно стараться устранять. Про это мы поговорим несколько позже. Есть ответы по типу, не знаю, не знаю, чего боюсь. Дальше. Страх туалета. Туалет. Ну, что мы здесь можем, как мы можем расценить этот ответ? Может быть, человек боится частых походов в туалет, или он боится вида крови, какая-то боль сопровождает походы. То есть здесь мы можем пофантазировать, но ответ вот такой короткий, просто туалет. И так отвечали несколько людей. Следующий ответ – это смерть. То есть мы идем еще выше по уровню. До этого была операция. Конечно, это лишение части органов человека, например, всей толстой кишки, в крайнем случае. Но смерть – это уже самая последняя инстанция, на которой может человек докатиться. Боялся ли я смерти? Нет, смерти я не боялся. Я про нее как-то даже и не думал. Наверное, моим самым большим страхом, из тех, которые я пока что перечислил, это был страх операции. Смерть мы должны, на мой взгляд, принять как факт, как данность, что когда-то она все равно наступит. И уже осознавая это, смерти можно не бояться. Или интенсивность этого страха будет несколько снижаться. Другой вопрос – когда она наступит? И что этому будет способствовать? Чаще всего, если люди боятся смерти по какой-то осознанной причине, кто-то боится по причине заболевания, кто-то боится, не знаю, разбиться на машине, утонуть, не всегда и даже довольно редко именно такой смерти человек встречается, с такой смертью. То есть он умирает по другой причине. Но вот это время, которое он боится до смерти, он находится в страданиях. И теряется радость, счастье, которое можно испытывать вместо страха. А мы идем дальше. Кто-то просто не стал отвечать и поставил прочерк. Можно расценить, как нет страхов. Так, вот здесь такой расширенный ответ. Настроена на выздоровление. Мелькают сомнения. Может неправильно и станет хуже. Но понимаю из примеров людей, что и на таблетках бывает хуже. Таблетки только маскируют симптомы и не дают зажить раном. Вот здесь человек попытался, девушка, порассуждать. И на самом деле это так. Мы должны понимать, что таблетки в каких-то случаях бывают необходимы, но если брать в целом, то именно лечение они не оказывают. Да, они могут замаскировать симптомы. Видите, мелькают сомнения, что может стать хуже. Дальше, какой может быть страх? Врачебная ошибка. Вдруг у меня онкология, рак, постоянно слабость, мысли о смерти, постоянные страхи, того, что меня никто на ноги уже не поставит. Смотрите, здесь человек рассуждает так, что у него диагноз няк или болезнь крона – это ошибка. И на самом деле у него наоборот, еще даже хуже, так скажем, диагноз, посерьезнее – онкология, рак, потому что он или она испытывает слабость. И вот эти мысли, страхи смерти, по сути, человека поглощают. Он живет в фоновом страхе, в фоновой тревоге. Представляете, насколько много на это уходит энергии, насколько такие мысли могут отравлять жизнь человеку. Идем дальше. Ну вот, довольно интересный страх – не сдержаться где-то. Тяжело, если еду в машине не за рулем. Боюсь, что накроет позыв. Два раза такое было, но успевала в туалет. Тоже, на самом деле, очень частый страх. И, как вот я отмечаю во многих роликах, что моей уникальностью является то, что я прожил многие страхи на личном опыте. То есть, столкнулся с этими страхами. Тот же страх – не сдержаться где-то. Наверное, он у меня был. Он не был каким-то выраженным, но все равно я помню его присутствие. И на это были объективные причины. То есть, возникает позыв довольно яркий, выраженный, который я чисто физически не могу контролировать. И у меня, может быть, от 10 секунд до нескольких минут время, чтобы добраться до туалета. Такие случаи бывали. Иногда удавалось сдержаться, конечно, и добраться до туалета через более поздний срок. Но это требовало больших усилий. И страх где-то не сдержаться, он у многих людей на самом деле имеется. Но дело в том, что там, где я не ожидал встретить этот страх, его проявление, он меня настиг. Вот в этом ролике я об этом как раз рассказываю. А в других ситуациях, где я боялся, может быть, сомневался куда-то пойти или поехать по причине того, что могу не сдержаться, там этого не случилось. Вот такие вот парадоксы бывают. Но я в тот период не боялся, когда как раз и столкнулся с этим. Здесь нужно задуматься. Идём дальше. О плохом не думаю. Основной страх не добежать до туалета. Ну вот, прям прошлый ответ. Правда, пару раз задумался, что не хочется потерять кишечник. И, соответственно, переплетён со страхом операции опять же. Идём дальше. Ну, прям пошли все ответы как под копирку практически. Не добежать. А также боязнь, что НЯК перерастёт во что-то более серьёзное. Страх операции и установки стомы. Ну да, видите, в первую очередь не добежать. Почему так? Наверное, потому что это актуально. А вот какая-то там онкология, рак, ухудшение состояния, это всё в будущем. Но всё равно страхи этого присутствуют. Операция и стома, соответственно. Идём дальше. Да вроде страхов-то и нет. Может, в подсознании что-то закрепилось, но каких-то явных на данный момент нет. Вот такой ответ интересный. Что может быть, что-то там имеется в подсознании, но человек это вот так на уровне сознания не идентифицирует, получается. Смотрим дальше. Что из-за отмены препаратов нанесу себе вред, залечивая который буду страдать ещё больше. Тоже, кстати, такой страх. Страх отмены препаратов. Но этот страх, так скажем, более позитивный. Почему? Потому что человек, мы можем так рассудить, готов жить на препаратах, у него есть мысли отказаться от препаратов, но присутствует страх. При этом он не указывает, или она про какие-то ухудшения состояния, про операцию и тому подобное. Боится обострения в связи с отменой препаратов. Опять же, я проживал этот страх. Очень ярко. И поэтому я отменял препараты так вот долго, очень методично. Хотя обычно этого не требуется. Чтобы ознакомиться более подробно с моей схемой, так скажем, отмены, можете почитать историю моего пути всего выздоровления по ссылке в закреплённом комментарии или описании на моём сайте. Почему такой страх возникает? Потому что имеется определённый стереотип установки, что если вам поставили диагноз ВЗК, то всё, на всю жизнь необходимо принимать препараты. Нет препаратов, есть обострение. То есть, от обострения нас спасают препараты. Если не будет препаратов, будет обострение. И у человека, конечно, возникает страх. Здесь нужно менять убеждение, обязательно пересматривать в целом вот эту картину. Идём дальше. Когда идёт кровь из человека, то страх просто есть. А какой, он сказать не могу. Конечно, такое тоже довольно распространённое явление. Здесь срабатывает инстинкт самосохранения. Если мы видим кровь, соответственно, у нас есть какое-то повреждение. Соответственно, кровопотеря, ну так, если глобально, да, немножко утрировать, усиливать, может привести нас к смерти в итоге. Поэтому организм мобилизуется, включаются механизмы, вот как раз стрессовые, так скажем, чтобы организм мобилизовать и направить на устранение причины повреждения, если брать с точки зрения эволюционно всю эту ситуацию. И человек может тоже, мы так утрируем, приводим пример, прийти, сходить в туалет, увидеть кровь и уже сразу оживиться. Уже сразу ему доза адреналина, дальше кортизол, и он, ну и, соответственно, человек ощущает этот страх при виде крови. Смотрите, здесь как-то, может быть, они подобраны, ответы, но, насколько я знаю, идут по порядку. Дальше, тоже ответ про кровь. Пугает кровь и слизь. Начинается прям апатия, что жить недолго, операция. Здесь вот все вместе. То есть человек ставит свою жизнь, свое, здесь зависимость наблюдается, зависимость настроения человека, его состояние от состояния его какашек. полностью понимаю и представляю очень четко. Когда уже был на более таких поздних стадиях лечения, я помню, что все так хорошо вроде. И проснулся, и настроение хорошее, и какие-то там события ожидают. Сходил утром в туалет, и даже стул был хороший, да, он был оформлен, никаких болей, там дополнительных каких-то негативных моментов не было. Но увидел какую-то там кровь, и да, возникало прям такое чувство апатии. Сразу портилось настроение на весь день. Или там на даже два дня, если стула не было на следующий день. То есть нужно было увидеть следующий стул идеальным, чтобы у меня было хорошее настроение. Прослеживайте, да, зависимость? А если мы вспомним слова Алены из ее интервью, вот в этом ролике, как она говорила, она ходила в туалет, она видела кровь, но ее состояние при этом оставалось прежним. То есть ее внутреннее состояние, ее настрой не зависел от картины похода в туалет, от ее стула. Я тоже на определенном этапе дошел до этого, интуитивно. Нужно себя в этом плане также перестраивать. Понимать, имеется ли у нас зависимость не только от похода в туалет, это локальный случай, но он дает нам понять, что мы можем зависеть от многих других факторов, которые не должны влиять на наше внутреннее состояние, на наше настроение. Смотрим дальше. Какой страх, что периоды ремиссии будут все меньше и меньше, и все дойдет до операции. Но это как больше в первых случаях, сокращается ремиссия и впереди ждет операция. Или вот можно аналогию провести со ступенчатостью терапии. И в принципе вот это понятие, вы же знаете, что я не люблю понятие ремиссия. Когда мы живем такими терминами, оперируем, тогда, конечно, у человека в принципе какое-то фоновое такое непринятие себя здоровым. То есть человек из себя пострадует с каким-то незначимым больным. Вот период ремиссии, он такой непродолжительный, его нужно беречь, а потом наступит обострение, а вдруг они потом станут все меньше и меньше в период ремиссии. И чувствуйте, какое здесь нет такого вот уверенности, противоположность, что будет? Настрой на выздоровление, такая уверенность в себе, в своих силах, в своем здоровье. Здесь никакой ремиссии речи нет. И соответственно нет никакого страха, что это будет все меньше и меньше. Все, человек взял вектор на здоровье. У него уходит в принципе слово ремиссия из арсенала. Так, дальше. Что отрежут кишечник? При дебюте заболевания чудом избежал этого. Да, есть случаи, когда заболевание развивается довольно стремительно. Но в большинстве случаев, процентов 95 это точно. Это зависело от самого человека. То есть его действия привели к стремительному развитию заболевания. И можно сказать, что в моем случае это было точно так же. И у меня все довольно быстро дошло до биологической терапии. И уже не работала биологическая терапия. И да, я был в шаге от операции. Но дальше нужно этот страх убирать. Понимаете, это уже нужно расценивать как опыт. Но не как стереотипную реакцию. Идем дальше. Страх. Чего страха? Беспомощности, бессилия, инвалидности и обуза для родственников. В данном случае прослеживается позиция жертвы человека. Видите, беспомощность, бессилие, инвалидность и обуза для родственников. Там может быть уже очень сильно угнетенный человек. И физически, и морально. Поэтому у него такие вот страхи возникают. Был ли у меня такой страх? Не припомню на самом деле такого страха. У меня внутри была какая-то мотивация. Всегда была какая-то мотивация. Страхи были, про которые мы уже с вами сказали. Но именно вот таких позиций, как бессилие, тоже был. Был страх бессилия, неконтролируемости. Но я знал, что я обязательно найду способ решения этой проблемы. Чувствуете, да, разницу? Когда человек полностью сдается. И он уже чувствует, он уже прокрутил варианты, что он является обузой для родственников. Что он инвалид, что он беспомощный. И другая ситуация, когда есть вот этот страх бессилия. Но в то же время есть мотивация, есть твёрдое решение, что обязательно с этим справлюсь. Идём дальше. Основной страх, что не смогу заниматься любимыми видами спорта. Почему нет? Почему человек не может, восстановившись, да, восстановившись свой организм, свой кишечник, вернуться к своим любимым занятиям? Если это, конечно, не какой-то вид спорта, который точно наносит вред человеку. Вообще большой спорт, он не связан, такой вот серьёзный, профессиональный, он не связан со здоровьем. Это тоже такое изнашивание организма. А вот физкультура, занятия на любительском уровне, я максимально приветствую. Сам занимаюсь различными видами спорта. И считаю, что однозначно можно вернуться в тот вид спорта, которым вы занимались. Я возвращался и к занятиям в тренажёрном зале. Поднимал большие веса снова. И примеров вокруг очень много, которые также вернулись к своим любимым занятиям. Можно далеко не ходить и вспомнить Валентина Дикуля. В одном из видео я рассказывал про него. Это человек, который сломал себе позвоночник. И ему вообще врачи сказали, такой вердикт был вынесен, что всё, всю жизнь придётся провести в инвалидном кресле. Но человек, заметьте, вернулся в цирк, но не в качестве гимнаста воздушного, а уже силового жонглёра. Это аналогия такая. Если человек заболел каким-то заболеванием, связанным с ЖКТ, то в выздоровье, когда он вылечился, он может переваривать уже гвозди. То есть у него ещё сильнее стала пищеварительная система. Поэтому нужно думать о таких примерах, о таких случаях и равняться на это именно. Так, приспичит в туалет, в общественных местах, где нет туалета. Ну, этот страх мы уже с вами обсудили. Что если даже и приспичит где-то, скорее всего это будет не там, где вы думаете. И скорее всего это будет неожиданно. А даже если это случится, то вот такого страшного чего-то там нет, сверхъестественного. Мы больше боимся, мы больше тратим энергии, вот страдаем от самого страха. А когда случается, ну как бы случилось и да. Пережили это и всё. Вспомните любой свой какой-то страх, не связанный с заболеванием. Я не знаю, у каждого это может быть разное. Кто-то там боялся экзаменов. Но я про себя говорю, я часто, потому что учился хорошо, готовился и какой-то был страх не сдать и так далее. А когда приходишь на экзамен и отвечаешь, даже, например, не сдаёшь, вот те эмоции уже от самого факта, вот те чувства, они не такие. То есть мы раздуваем трагедию, мы раздули её, а когда, даже если она реализовалась, чего обычно не происходит, то это воспринимается уже более адекватно. Соответственно, не стоит тратить на это силы, энергию и свою жизнь на эти страхи. Так, боюсь порой брать заказы, так как не уверен, что справлюсь. Скорее всего, человек работал в такси. Что-то такое припоминаю. Няг превратится в онкологию и боязнь перфорации кишки. Ну, всё вот связано как раз с операцией, с ухудшением состояния. Ухудшение симптомов со слабой атаки на более сильную. И заметьте, кстати, вот такой парадокс, тоже интересный. Люди, у которых такое вяло текущее состояние, хроническое, ну, довольно лёгкое, они вот этого всего боятся, вот этих обострений сильных, выраженных. Но обычно они не приходят, эти обострения. Человек живёт вот в этом хроническом состоянии, при этом боится, при этом страдает. И так могут проходить десятилетия. Это не шутка, на самом деле. Многие живут так по 8, по 12 лет, то-то даже 15 лет, там, 20. И живёт в страхе, как бы не принимая, не предпринимая каких-то шагов, но при этом он боится, страдает. И повторюсь, что нет радости, нет счастья в жизни от этого. Это очень сильно очерняет. И как можно здесь поступить? Можно начать предпринимать какие-то действия активные для того, чтобы вылечиться. Просто люди, которые столкнулись вот с серьёзным именно обострением, настоящим таким, выраженным, где они уже были на грани операции, обычно выздоравливают, потому что они понимают уже на опыте своём, к чему это может привести. Они ощущают весь этот негатив, всё это плохое состояние и делают активно какие-то шаги для выздоровления. И уже нет там времени бояться, просто вот об этом думать, а есть время, чтобы действовать. В отличие от тех людей, которые боятся, но при этом мало чего предпринимают. Если честно на это посмотреть, я думаю, что кому-то стоило бы себе в этом признаться. Страх неизлечения и дальнейшие проблемы со здоровьем. Ну да, неизлечение – это уже вложенное убеждение нашей медицины, нашим здравоохранением. Говорят, неизлечимо. Повторяться будет в любой момент. Практически то же самое. Чувство страха, что начнётся обострение снова. Пока ничего нового нет. Плохое усвоение нужных микроэлементов и слабость. Вот, интересный ответ, да? Плохое усвоение нужных микроэлементов. В принципе, страх обоснованный. Когда кишечник воспалён, то и усвоение плохое, и синтез витаминов, биологически активных веществ. Конечно, нейромедиаторов, всё это будет страдать. Слабость тоже будет появляться. Но страхом это даже тяжело как-то назвать. Потому что мы привыкли к такому вот хардкору, что-то потяжелее, пострашнее. А здесь так вот, не будут усваиваться элементы и будет слабость. Ну, по факту да. Соответственно, нужно лечить кишечник, чтобы микроэлементы усваивались. Не было слабости, а была сила и радость. Хочу детей и кушать всё, и не терять массу тела. Ну, на здоровье почему нет? Можно иметь детей, кушать всё, и не терять массу тела. Искать везде туалет. Осложнение по кишечнику. Может, вот туалет, да, опять? Искать везде туалет. Это такая неприятность, конечно. Я это всё прекрасно понимаю. Когда человек находится в таком активном состоянии воспаления, у него включается дополнительная функция, что нужно, если он где-то куда-то особенно поехал. Он, ну вот я про себя тоже говорю, изучал там, где можно будет сходить в туалет поблизости, чтобы ориентироваться. И осложнения по кишечнику, здесь вторая часть, тоже могут быть, но опять же, вспомните про их чистоту встречаемости и каким образом они могут вас вообще настигнуть. Почему? Скорее всего, от вашего бездействия или неправильного действия. Предлагаю на этом пока остановиться. Уже довольно длинное получилось видео. Если вам понравился такой формат, мы можем продолжить в следующий раз разбирать какие-то другие страхи или отдельный вопрос снова открыть и посмотреть, как на него отвечают люди. А какой можно сделать итог по данной теме, по данному вопросу? Страхи многих людей пересекаются, похожие. У кого-то это такие серьезные выраженные страхи, доходящие до операции, до смерти. А у кого-то это более легкие страхи по типу плохого усвоения микроэлементов. Обоснованы ли эти страхи? Они обоснованы лишь в том случае, повторюсь, что вы либо бездействуете, либо у вас неправильные действия. И одним из первых шагов при столкновении с такого рода заболеваний будет ваше спокойствие. Наоборот, убирание всяких страхов. Вы должны постараться успокоиться и понять сначала на уровне сознания, что ваш страх может быть приукрашен, может быть он не настолько актуален, может быть он не обоснован в принципе. Может быть вы слишком раздули из всего этого на такой большой шар, а этого не требуется. Я понимаю, что мне легко рассуждать со стороны, но я был в этой шкуре и знаю, каково наблюдать за этим от первого лица. Вот в этих видео имеется информация, как справляться в том числе и со страхом. И можете найти целый плейлист по теме психологии у меня на канале. Я желаю всем найти способ избавиться от своих страхов. Если будет желание, можете записываться на психологическую консультацию в том числе. Будем вместе прорабатывать ваши страхи и избавляться от них. А также пожелать вам крепкого здоровья, удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok